Динар Дарит Динар Дарит В общем, как я уже и говорил, есть некий телеграм-канал Динар Дарит, где этот самый хрен пойми какой Динар обогащает народ. Судя по его посту, он простой человек, который много трудился и теперь миллионер. Но самое главное, он готов перевести 200 тысяч рублей просто так, потому что может. Вот зашибись, что даже объяснять ничего не надо, он просто может и живет интересно. Но чтобы доказать, что он богат, успешен и живет на полную катушку, он выкладывает видосики, где он едет в дорогом автомобиле. Его запястья обволакивают дорогие часы, а рядом всегда дохер ли он пачек наличности. Но лица своего он, конечно же, не показывает, как и голосок свой сладенький не активирует. Но в принципе у Динара есть аватарка, правда непонятно, это его ли вообще фотография или какого-то другого человека. Хотя, конечно же, все это легко проверяется. Для этого достаточно загрузить фото этого замечательного человека, например, в Яндекс.Картинке. И что же мы видим? А видим мы, что это фото словно женщина легкого поведения, обслуживает очень много человек, так сказать, ходит по рукам. Про самого человека на фото ничего сказать не могу, но это точно не Динар. Хотя, может, конечно, его и зовут Динар, но это не тот Динар, который в этом телеграм-канале. Но как бы то ни было, я всегда ловлю такой кринж, когда вижу все эти атрибуты богатого и успешного человека. В сегодняшних реалиях, если вы видите съемки внутри автомобиля, часы, деньги и так далее, то можно смело слать такого персонажа на три веселых, ну или не очень веселых буквы. Для того, чтобы участвовать в его розыгрыше, нужно поставить плюсик и сказать, что вы участвуете. Места ограничены, так что торопитесь, но по факту для вас это местечко всегда найдется. В своем телеграм-канале он создает некий ажиотаж, потому что время розыгрыша ограничено, а участников много. Поэтому придется просто разорвать его личку. И как только он вас выберет, а он вас обязательно выберет, начнется переписка, где этот подс будет интересоваться, на что вы потратите деньги. В общем, зубы заговаривать. А потом скажет, мол, что из-за того, что он совершает многомиллионные транзакции, банк поставил ему блок антифрод, из-за которого переводы доступны только доверенным и проверенным лицам. А знаете ли вы, как стать доверенным лицом? Сейчас будет самая хохма. Нужно перевести ему на карту как минимум тысяча и одну ночь, ой, то есть тысяча и один рубль. Тогда банк поймет, что вы проверенный и доверенный человек, и ограничение лично для вас будет снято. И казалось бы, хм, как-то странно, опять надо платить, чтобы тебе заплатили. Но что такое тысяча и один рубль по сравнению с сотней или двумя сотнями тысяч рублей? Тем более, разве может такой честный парень, как Динар, кого-то кинуть? Вы только гляньте на его видюшки, пачки денег, частный самолет, яблочный ноутбук, дорогие машины, часы и куча прочего пафоса. Ну разве такой богатый человек с суммой подписчиков и доказательствами в виде скринов может врать? Да нет, конечно. Тем более, он выкладывает скриншоты переписок, где такие проблемы случаются постоянно. Людям приходится совершать по несколько платежей, и многие уже сомневаются, думая, что Динар настоящий мошенник. Но все-таки доверяют ему, и после отправки последнего платежа Динару все-таки удается пробить все шлюзы и защиты, и деньги в итоге оказываются у пользователя. Человек счастлив, благодарит Динара и бежит ставить свечку в храм за здравие. Ну действительно, вот никогда такого не было, чтобы подобного рода люди кого-то обманывали. Да и нет смысла, они же богаты и успешны, и в список Форбс Динар только из-за своей скромности не попал. Ладно, хорош стебаться, конечно же, все это обман. Взгляните на переписку с этим потрясающим человеком. Вначале он пудрит моей подписчице мозги подобной перепиской, про которую я уже рассказывал ранее. Девушка перевела тысячу и один рубль этому хозяину жизни на карту, после чего, по идее, Динар должен был перевести 200 тысяч Russian Rubbles ей на карту, так как теперь она, по идее, стала проверенным и доверенным лицом. Но, как всегда, с ней произошла какая-то херня, поэтому банк отклонил операцию из-за недостаточного процента. Поэтому нужно перевести единым платежом еще 2005 рублей. За это неудобство Динар накинет сверху и переведет не 200, а 230 тысяч рублей. Но радоваться рано. Из-за курса офшора и всякой херни, снова просят процент от разницы, а это уже 3180 рублей. Из-за какой еще херни? Какой еще херни? Это вообще лучше объяснение. Вообще, пирамидаста надо взять на заметку. Здравствуйте, меня зовут Алекс Рихтер. Я являюсь директором компании Антара Стрейд. К сожалению, недавно с нашей компанией произошла какая-то херня, поэтому выплат не будет. Конечно же, все это надо перевести снова на карту этому балаболу, но она может не переживать, так как транзакция уже в облаке. И деньги поступят менее, чем через 15 минут. Ну, совсем ведь чуть-чуть комиссии не хватило, эх, какая жалость. Ну ладно, 3180 рублей отправь и все. Деньги точно придут, а пока они в облаке в течение 24 часов, и лучше успеть, иначе карту могут и того заблокировать. Несмотря на то, что девушка сказала, что денег больше нет, тот настаивал на том, чтобы деньги она все-таки нашла. Всего-то 3180 рублей. Но после отказа Динар больше ничего не писал, а через некоторое время и вовсе почистил всю переписку, и на сообщения больше не отвечал. И это ей еще повезло, что она попала на столь скромную сумму, а ведь он продолжил бы доить ее и дальше, и переводить пришлось бы гораздо больше. Я уже рассказывал, как это все проворачивает разводила с чужим паспортом, суть примерно такая же, просто другой наполнение и легенда. А ведь некоторые просто не могут остановиться. Недавно всплыла новость о подобном разводе, как скромный, но видимо очень азартный женщина-бухгалтер решила подзаработать на ставках. Женщине просто написали с незнакомого аккаунта, что могут приумножить ее средства. Только в отличие от подобного развода, мошенник не высылал фото левых людей с раскрытым паспортом, а высылал фото раскрытого паспорта на фоне ноутбука. Она взяла и поверила. Лох, как говорится, ну, впрочем, вы и сами знаете, кто есть лох. Но самое главное, что из-за своего азарта и жадности она не прекращала переводить мошеннику небольшие суммы по несколько тысяч рублей. И все присылала и присылала, все больше и больше, пока в итоге не получилось 200 тысяч, а точнее 211 тысяч рублей. После очередного перевода мошенник заблокировал этого бухгалтера в мессенджере. Женщина, конечно же, написала заявление, но пусть даже не надеется на возвращение средств. Паспорт поддельный, да и счета, конечно же, не настоящие. Блин, и как это часто случается, прямо во время монтажа мне написала еще одна жертва подобных лохотронщиков. Мошенники обманным путем выманили 35 тысяч рублей, причем показали паспорт в качестве гарантии. Но вы же наверняка уже знаете, что эти фото паспортов вообще ничего не стоит. И если бы она не остановилась, то ущерба был бы гораздо больше. Я не представляю, как в современном мире вообще можно поверить какому-то незнакомцу, который предлагает тебе куда-то там вложиться. Но на самом деле таких людей, к сожалению, полно. Хотя, конечно же, часто играет не только жадность, но и срочная нужда в деньгах, например, на операцию, погашение срочного долга и так далее. В итоге люди остаются ни с чем и приходится влезать в еще большие долги. Кстати, данный развод мне чем-то напомнил телеграм-канал Артема Маслова, который назывался Джин Джиныч. Помните этого щегла, что сейчас десятку отбывает в дубайской тюрьме? Детка, я открыл тебя. Я знаю твой пен. Просто я мерзавец, а не Аладдин. Но меня не кровь поступит и бензин. Твоя психика не вытянет такой гип. Ну нахер. Он также обещал приумножить капитал разными способами и даже отправлял скриншоты выплаты и отзывы от благодарных людей. Но все это был, конечно же, фейк. В итоге карма настигла ЧСВ-шного щегла и присел Артемка на бутылку за оскорбление национальной валюты. Ну, это так, просто вспомнилось. В общем, я предлагаю закопать данный канал по мере возможности. В описании я оставлю ссылку на канал, но не ради того, чтобы вы получили 200 тысяч рублей. Вы их, конечно же, не получите. А чтобы пожаловаться на него. Я думаю, что вас это много времени не отнимет. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, а также на все мои паблики в социальных сетях. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры подогнал «Симон»